8 июля Европарламент одобрил соглашение, согласно которому антитеррористические службы США получат доступ к данным о банковских счетах европейцев. Договор вступает в силу с 1 августа. Голосование состоялось после напряжённых дебатов. Предыдущее соглашение Европарламент заблокировал в феврале. Переработанный договор утвердили только после того, как парламентарии посчитали, что гражданам ЕС гарантирована должная безопасность личной информации. «Соглашение достигает своей цели – быть инструментом в борьбе с терроризмом на этой неделе, в годовщину трагической гибели людей и терактов в Лондоне пять лет назад». Согласно новому договору, США получают доступ к базе данных компании SWIFT, которая осуществляет миллионы банковских переводов ежедневно. Но Евросоюз действий американцев сможет контролировать. Европейскому полицейскому агентству предоставлено право оценивать необходимость передачи информации, а также в ряде случаев отказывать американской стороне в такой передаче. Данные персонального характера будут предоставляться только если США проводят антитеррористическое расследование в отношении этого человека. Также граждане ЕС смогут подавать иски в американских судах, если считают, что пострадали от действий американских спецслужб. Соглашение рассчитано на пять лет с возможностью продления. Его действие может быть прекращено по требованию одной из сторон. Ратификацию договора уже поприветствовал президент США Барак Обама.